Добрый день, дорогие друзья! В этом ролике подборка самых удивительных новостей из нашей матушки России. Новости будут очень разные, новости будут достаточно короткие. Первым делом я хочу рассказать вам о потрясающем расследовании, которое сделал известный блогер Стас Васильев, известный также как Стас АйкакПросто, популярен как технообзорщик. Он постоянно рассказывает о новых мобильных телефонах, ноутбуках, прочей технике. Но данный материал посвящен вакцинации, посвящен лекарствам от коронавируса, посвящен самой эпидемии. Удивительное дело, по наблюдениям Стаса, огромное число блогеров, журналистов в точь-в-точь повторяют слова Собянина, Путина, пропагандистки Малышевой с телевидения. Все эти люди почему-то заговорили буквально одними и теми же словами, точь-в-точь, и так на протяжении целых роликов. Но слава богу, не перевелись еще ответственные люди. Я по первому каналу слышал что-то там про осеннее обострение, грипп, ОРВИ. Это правда? Я много раз болел гриппом. ОРВИ, реально. Я вообще в принципе, это обычная ОРВИ или обычная ДЭИ. Продула, простудился, ОРВИ и так далее. ОРВИ гриппом и так далее. ОРВИ гриппом и так далее. По гриппу, по ОРВИ. Вот эти все простуды, гриппы, ОРВИ. ОРВИ и грипп пришел сюда. Такое состояние, как будто начинается грипп. ОРВИ, грипп и так далее. Не знаю, ОРВИ. Я думаю, что это обычно у меня ОРВИ. классическое такое ОРВИ, наверное, потому что осень. То есть простуды, вот эти все вирусники, когда осень у всех начинается. Осень, наверное, где-то может простудить. С осенней ситуацией. Сейчас осень, сезон простуд. ОМЗ. С началом нашего осеннего эпидсезона. Вступаем в осенний период, когда идет рост заболеваемости осенними. Осень, время снижения иммунитета. Стас сделал очень подробное расследование, оно длится больше 40 минут. Я всем предлагаю с ним и рекомендую с ним подробно ознакомиться. Всех знакомых блогеров попросил тоже сделать репост. Это достойно находиться в трендах. Это мощное разоблачение по якобы честной Ксюше Собчак, по знаменитому ютуб-каналу Редакция, которая уже не первый раз ловится на продажности. Даже по известному либеральному средству массовой информации Медузу, у которого я периодически беру ту или иную информацию новостную. Все они пошли на это сотрудничество с огромными фармацевтическими гигантами или с администрацией президента. Не очень понятно, кто именно это проплатил, кто это заказал. Но выигрыш однозначно производитель лекарств, однозначно правительство. И подспудно проносится мысль не только то, что разоблачил Стас, но также проталкивается мысль о том, что, ребята, если вы вообще не хотите таких себе проблем, почему бы не провакцинироваться? В долгосрочном плане это будет именно реклама вакцинации от коронавируса, которую в первую очередь будут воспринимать молодые зрители, потому что у этих всех блогеров и информационных изданий основная аудитория это молодежь, там, скажем, до 30-35 лет. Наступление президента на своей конференции было обращением к нему, что господин Греков здесь проводил у нас какие-то мероприятия по эвакуации и спасения местных жителей. И именно про военный городок говорю. С полвторого до 8 октября грубо говоря, 11 часов Грекова на территории части не было. Это тот самый вице-премьер Рязанской области, который якобы достоин стать героем России. И Путин уже себе это записал, и журналисты, довольные на всю страну на прямой линии прямо растрындели, разрекламировали своего любимого губернатора. И все должны в это поверить. А не как они там начинали. Вот у нас все чиновники воруют. А ведь есть и достойные. Есть такие, которым стоит доверять. Владимир Владимирович, из каждого утюга звучит, этот чиновник ворует, этот плохо работает, но в стране немало примеров положительных, где чиновники готовы жертвовать всем во благо интересов нашей страны. Собственно, об одном из таких чиновников я бы хотела вам сегодня рассказать. Здесь не было никого, кроме вот этих вот людей. В том числе, которые не к отсутствию. Мы честно выполняли то, что необходимо делать. То есть эвакуировали население. Да, было страшно. Было очень страшно. Но этих людей не было. Вот нами была создана группа, ну, что тут несколько человек еще, которых нету, по эвакуации населения. Я, как начальник пожарной команды в исковой части 55-44-3-РК заявляю, что Грекова не было. Так что тот ролик, который я сделал вчера, и рассказал, что Греков, который по должности и отвечает за подобного рода аварии и катастрофы, это его святая обязанность там быть и все контролировать. И более того, скорее всего, если он и предпринимал какие-то героические попытки кому-то там помочь, это вызвано тем, что именно он, как ответственное лицо, мог быть виновен в расхищении денег, которые были направлены на закупку спецтехники, сигнализации, комплектования пожарных команд, бригад и все такое прочее. Вот свидетельство очевидцев. Это все было брехня. На прямой линии соврали не только Путину, всей стране. И эти журналисты жалуются, что их кто-то притесняет, обвиняют в продажности. Слушайте, у меня зла не хватает. Я вот сейчас хочу сидеть и просто бить кулаком по столу. Это как... Это ж... Люди совершенно потеряли не то, что совесть. Их сложно людьми называть. Вот эта тема еще веселее. Пожаловавшаяся президенту сотрудница Кольской ЦРБ за ноябрь получила 116 тысяч рублей. Министр здравоохранения Мурманской области выехал на Кольскую центральную республиканскую больницу и проверил расчетные листки. Поводом послужило заявление работника больницы на пресс-конференции с президентом. Как мы знаем, во время пресс-конференции с Владимиром Владимировичем Путиным многие медицинские работники жаловались на то, что им почему-то до сих пор путинские надбавки знаменитые, нашумевшие, так и не пришли. Люди сидят без денег. Люди жалуются. Министр наконец-то проснулся. Он поехал проверить, разобраться, кто там деньги не получил. Журналисты уже передают, что это наглая медсестра, которая посмела жаловаться. Медсестры, доктора, фельдшеры, водители скорой помощи, лифтеры. Это все ложь, ребята. Это все наглая провокация против самых лучших губернаторов. Оказывается, эта женщина уже получила 116 тысяч рублей за один только ноябрь. Вы представляете, какие зарплаты для Мурманска? Это, наверное, у них только мэр такую зарплату имеет, как эти медсестры и врачи. Так что, друзья, пока у нас в стране полно лживых, не журналистов, а пропагандистов, власть может чувствовать себя в полном спокойствии, в полном порядке. На мой взгляд, такие лжецы достойны еще большего презрения, чем силовики, которые выполняют приказ, чем чиновники, которые завязаны на схему, и если он подставит там своего партнера, то первый же окажется за решеткой, потому что, как известно, чем больше ты воруешь, тем больше ты безопасности. Так у нас сейчас в Российской Федерации 2020 года так все устроено. А вот эти журналисты, ну скажи ты правду, ну или хотя бы заткнись и промолчи. Нет, они этого не делают. Они отстаивают эту существующую систему. Лживые пропагандисты. Хуже, я просто не знаю, кто в нашей стране достоин большего презрения, чем эти люди. Вот мне прислали интересное наблюдение. Суд в Петербурге обязал МВД выплатить 50 тысяч рублей за пытки подростков полиции. Запомнили, да, 50 тысяч за пытки, доказанные пытки подростка. Схватили подростка и пытали его. Пытали. В итоге суд постановил, платим 50 тысяч рублей. Понятно. Активистки из Красноярска присудили 500 рублей моральной компенсации за 10 суток в изоляторе. Человека ни за что кинули в изолятор на 10 суток. Представьте себе, человек не мог быть с детьми, смотреть за ними, не мог работать, простите, это потеря денег. Это даже не моральный вопрос, это вопрос чисто финансовый. Если я нахожусь в месте лишения свободы, я не могу работать. Треть месяца, например, если моя зарплата там 50 тысяч, и я из этого месяца из 30 дней 10 провел в следственном изоляторе, это однозначно потеря 15-20 тысяч рублей из моих доходов. Логично. присудили в итоге 500 рублей моральной компенсации. А вот теперь третий пример. Московский полицейский, которого обвиняли в покровительстве сети подпольных казино, отсудил 5 миллионов рублей компенсации, потому что когда мы тронули полицейского, которого в чем-то там обвинили, ему суд выплатил 5 миллионов рублей за то, что кого-то обвинили, он получит 5 миллионов, за то, что девушка на 10 суток была посажена, она получит только 500 рублей, потому что она же не полицейский, а за то, что парня пытали, он получит 50 тысяч рублей, вот это уровень, 500 рублей 10 суток, 50 тысяч пытки, 5 миллионов за оскорбление полицейского. И еще про журналистов. Магнитогорцы требуют лишить аккредитации журналистку, который заявил на пресс-конференции Путина, что они магнитогорцы, принимают за смог обычный туман. Ольга, вы сама как это оцениваете, что там происходит с выбросами его атмосферы у вас в Магнитогорске? Ольга Балабанова, или как ее прозвали в сети Балаболова, сказала Путину, что жители города принимают за смог туман, вызвав объективную волну негодования. В Магнитке регулярно фиксируют превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, а люди жалуются на едкий запах, витающий в воздухе. Местные создали петицию, в которой говорится, что слова Балаболовой глубоко оскорбляют и ранят чувства жителей. Они требуют лишить ее аккредитации и оштрафовать редакцию газеты за распространение недостоверной информации. Также они просят Магнитогорский металл публично принести им извинения и признать наличие проблемы. И последняя на сегодня тема принудительная вакцинация. Власти изо всех сил в разных регионах страны начали подтягивать бюджетников, силовиков, военнослужащих на вакцинацию от коронавируса. До сих пор не до конца проверенной вакциной. Потому что испытания еще продолжаются. Ну и собственно вот первый пример. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержи прислал компаниям подрядчикам Мосавтодора сообщение в Телеграме с требованием выделить 10 добровольцев для испытания вакцины Вектор и заплатить им по 30 тысяч рублей в качестве премии. По поручению вице-губернатора Трескова завтрашнего дня необходимо предоставить по требованию по 10 человек. Все люди должны подходить по требованию чек-листа. Все люди должны знать куда идут, чтобы исключить факторы отказов. Все люди согласившиеся на вакцинацию должны получить 3 выходных и премию 30 тысяч рублей. То есть какой-то чиновник указывает под ведомственной организацией, которой он не имеет права указывать в таких вопросах, он указывает, что они должны выплатить им премию. Это вообще-то серьезное нарушение уголовного законодательства. Но, конечно, это никого не волнует. Все люди должны быть доставлены строго к назначенному Минздраву дате, времени и месту. Друзья, надеюсь, на вашу активность именно она позволяет распространять правду по интернету. Ставьте лайки, пишите длинные комментарии, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Стас Васильева, подписывайтесь на Викторию Гарсию Берналь, людей, кто делает качественные расследования. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok